О том, как поднять боевой дух украинских военных и примирить обычных граждан, говорили сегодня о кандидатах в президенты. Подробнее в нашем дайджесте. Пётр Порошенко в Николаеве считает необходимым кардинально пересмотреть работу контрразведки, чтобы не допускать утечки информации и предательства, которые случались в последнее время. Об этом кандидат в президенты заявил на встрече с бойцами надгвардии. Национальная гвардия проявила себя с лучшей стороны. Очень чётко выполняла приказ. Я гарантирую, что мы резко повысим денежное содержание. У нас будут совершенно другие позиции по боевым. Все, кто будет находиться в бою, должны получать от государства минимум 1000 гривен в день. Юлия Тимошенко отправилась в Донецк, чтобы пообщаться с людьми и убедиться в единстве украинцев. И вот так назвала вчерашний так называемый референдум на Востоке. На досрочных парламентских выборах, сразу же после президентских, настаивает Анатолий Гриценко. По его мнению, большинство в Верховной Раде существует только на бумаге. Поэтому депутатам нужно принять в первом чтении изменения к Конституции и о перевыборах. И на том достойно закончить свою миссию. Лидер коммунистов Пётр Симоненко требует прекратить антитеррористическую операцию на Востоке страны. Прекратить информационную войну и принять закон о федерализации. Об этом он заявил на согласительном совете Верховной Раде. Прекратить информационную войну и принять закон о федерализации.